Проснулась я от ощущения вот этого вставай, вставай, мне вот это стучало. Я сейчас понимаю, что это было не мое сердцебиение, это было Катина сердцебиение. Ей было страшно. И вот этот страх, он был во мне. Ну, я встала, открываю дверь, комнату. Катина кровать не примята, ее нет. Я опять звонить Кате, звонить Кате. И тут берется трубка. Я говорю, Катя, Катя, алло. Тишина. Ну, вот просто тишина, квартирная тишина, да. И я поняла, что эту трубку не Катя взяла. Вот так, 9 лет назад, в 4 утра, Алена Кузьмина обнаружила, что ее дочь пропала. Кате было 18 лет. История произошла в городе Старый Оскол. Сюда семья переехала из Луганска. Аленина мама жила в Костроме, и они думали, что, может быть, из Старого Оскола переедут к маме. Но так и застряли. Алена всегда очень беспокоилась и тревожилась за дочь. Давайте прямо, боялась. И в результате в Старом Осколе случилось именно то, чего она боялась. Дочь исчезла. Через 2 года при похожих обстоятельствах пропала еще одна девушка. Обеих до сих пор не нашли. 9 лет Алена Кузьмина ищет тело дочери Кати. Я на тренинге специально тишу, типа вот я жду, да, и вдруг она придет. Вот ее пальто, пальтишко. А тут любимая блузка ее. Она ее носила, но тоже уже все начинает портиться. Разлагаться уже им по 9 лет. Так, Ален, давайте начнем сначала. В каком году вы приехали в Старый Оскол? В 2014 году, 17 июля. Как так получилось, что вы приехали? И сколько вас было? Ну, получилось почему? Потому что велись боевые действия в Луганске, вокруг Луганска. Я там учительница начальных классов работала, Катя там училась. В один прекрасный день, 4 утра, прогремел такой мощности взрыв, все вышли на улицу. Все, что это, что это, потому что такой мощности взрыва никогда не слышали. И раздался такой шум, нарастающий. И мы не могли понять, что происходит. Со всех сторон прилетели птицы и сели на крышу домой. Это было ужасающее зрелище. Я тогда жила с мужем Женей, Катя моя. И его родители сказали, все, дети, уезжайте. Больше здесь не оставайтесь. Мы сюда, когда приехали, Кате уже было 18 лет. Самый такой возраст. Будем брать эльдрию. У самых... Пойдемте. Ваши комментарии к всему происходящему. Это волнечный день и читай нам. Так, пойдемте дальше. Нас еще много не объяснил людей. Пойдемте, 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 ищем, 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 жертву, жертву ищем. Ваши комментарии к всему происходящему. Сейчас мы идем за любимый пирожком. О, пирожок с картошкой. Там ночи тесно нет, однако картофель. И не соленая. Вообще, конечно, очень компанейская была. Очень любила общаться с кем-то, куда-то пойти, что-либо делать. Синатанца, так это вообще. Для нее танцульки, ну, она двигаться любила. Вот она еще с детства постановки разные делала. Сама свои хореографические какие-то постановки. Алена всегда переживала за дочь. Катя красивая, эффектная, хрупкая, миниатюрная. Она притягивала внимание парней. Скола, мы тебя любим! Катя пыталась найти работу, но из-за ее вот этой вот маленькой хрупкости, ну, кто ее куда на нее посмотрели, ну, дитя, девочка, 12 лет она выглядит. У нее метр пятьдесят рост и 35 килограммов вес. 35 килограммов? Да. То есть серьезно, буквально? Да. Мне кажется, у меня в седьмом классе был такой вес, по-моему. Она очень симпатичная, маленькая миниатюрная девочка, на которую посматривают, скажем так, много парней. Но не все же парни адекватные, нормальные, да, есть же такие, которые пристают или могут сделать что-то плохое. Но здесь, в Старом Осколе, произошли ужасные вещи в отношении Кати, о которых я только могла подозревать, как бы чувствовать и все, но не знать. Вещи ее вот в этой же сумке, с которой мы приехали из Волонска. И то я, как бы, ну, сколько-то раз перебирала. Вот это, чтобы представлять, какого Катя размера и роста, вот ее платьюшка. Это она на выпускной девятого класса наделала, кстати, фотографию. И вот босоножки эти, это еще с выпускного, она и тут в них бегала. Она нет, чуть-чуть большевата, потому что на ее ногу вообще невозможно, как бы. А у нее коры, может быть, 35-3 штыки? 35, конечно, но ножка узкая, узкая, узкая. И проблематично было что-либо найти. Но она только каблуки, потому что она маленького роста. Я на маму, меня серьезно люди не воспринимают. Каблуки у нее, все, кукли на каблуках, сапоги на каблуках, батальоны на каблуках, все на каблуках. А что у вас был за район, где вы жили? Да, тут, кстати, это имеет значение. Микрорайон Макаренко, там девятиэтажные дома, где-то что-то когда-то как общежитие строились. В общем-то, много таких элементов, как алкоголики, наркоманы, такое вот это все есть. Почему я Катю как бы старалась провожать и встречать тоже, но переживала, что какой-нибудь там или наркоман откуда-то вылезет, или там, ну мало ли, алкаш там какой-то. Алена, я вот один момент хочу уточнить. Вот смотрите, значит, с Луганском, в котором там рвутся снаряды, город полон непонятных людей, опасных, мне все ясно более-менее по описанию. Мне непонятно, почему такое же ощущение создается о старом Осколе. Я не знаю, как вам пояснить. Допустим, вот мы приехали в чужой город, я здесь все боялась. Тебя выдернули, да, из нажитого, там, где ты был постоянно, и ты оказался в такой обстановке, где ты никого, ничего не знаешь. Мне было ужасно, когда Катя куда-то уходит, да, там, ну я всегда боялась. И я вот уже, когда в вечернее время, да, начинает темно, она где-то еще гуляет, я начинаю ей звонить. Где ты? Что ты? Давай домой. И вот это у нас постоянно, вот этот перезвон, перезвон, чтобы она в 12 хотя бы пришла домой, там. Ну, бывает задерживаться, я тогда ругаюсь с ней, что так нельзя, что это ночь, незнакомый город, может случиться что угодно, я вот это на нее капала и капала. А ей хотелось свободы, я очень ее, ну, прижимала, запрещала много чего, там, вот такого плана. Катя исчезла 26 декабря 2014 года, прямо накануне новогодних праздников. Незадолго до исчезновения Кати, ну, я застала ее плачущей, я понимала, что происходит что-то плохое, что там, ну, много там событий до этого было, и я уже начинала понимать, что с Катей что-то происходит плохое, а я не могу, она мне не доверяет, не рассказывает. Так, давайте подойдем к дню исчезновения. Значит, что это был за день, расскажите весь, весь его, как вы его знаете. Так, давайте подойдем к дню исчезновения. Значит, что это был за день, расскажите весь, весь его, как вы его помните. Накануне, ну, я была дома, делала какие-то хозяйственные дела, а она последние дни притихла и никуда гулять не ходит. Выходила только из подъезда, кто там, приходили там, два парня с девушкой, по-моему, приносили пиццу, она прибегала домой в микроволновке, разогревала, мам, мы сейчас там пиццу будем есть, ну, хорошо, хорошо. То есть, я там из окошка глянула, они там что-то ля-ля-ля, разговаривают, отлично, меня это вообще-то устраивало, то есть, я не беспокоилась, что она где-то ходит, ну, заподозрила, говорю, а что это мы дома сидим, что это мы никуда не ходим. Ну, ты же хотела, чтобы я себя хорошо вела, вот я себя и веду. Ну, я так полагаю, это был момент подготовки к Новому году, да, то есть, если она будет хорошей девочкой-паленькой, то я разрешу ей то, что она попросит. А просила Катя маму отпустить ее на Новый год к друзьям в Луганск. Но Алена боялась за дочь и не соглашалась на Катиной уговоры. И слышу, она с кем-то по телефону разговаривает, да, я в 4 часа утра на пробежку выходила на стадион. Я такая, что? Ну, она трубку положила, я говорю, Катя, ты чего? В 4 утра никого людей на улице нет. Тебя увидит какой-нибудь маньяк, утащит, и мы тебя никогда не найдем. Мам, я клянусь вам, я именно так и сказала. Я не знаю, не в добрый час, наверное, сказала вот это. Она, мам, да ты что? Я же чуть-чуть, и я тут же рядом, и как бы там никого нет. Я в это время там какие-то домашние дела свои заканчивала, а мне на следующий день на работу. Я побыстрее, побыстрее, чтобы там есть, приготовить, чтобы все было. Вот туда-сюда. И я пыталась контролировать ее время проведения в интернете. Я говорю, так, Катя, говорю, недолго в интернете. Да не буду я долго. И она там, все, иди, мам, я по скайпу буду разговаривать. И она по скайпу разговаривала с парнем, я из Луганска общалась. Смотрю, уже время без 15.12. Думаю, ну сколько она будет разговаривать? Я уже спать хочу. Я такая дверь открываю. Катя говорю, давай закругляйся. Она там смеялась, что-то там рассказывала. Она, сейчас, сейчас, мам. Она такая выходит, садится напротив меня на крейсы, говорит, мам, ну отпусти меня на Новый год в Луганск. Меня там встретят с мигалками. Я договорилась. Меня у самой границы заберут, привезут в город. Я тебе дам все телефоны, с кем я буду рядом. И так далее, и тому подобное. А 31 декабря у Жени день рождения. И я ей говорю, Катя, нет. Значит, отпразднуем дядю Жени на день рождения, и в январе тогда поедем в Луганск. Все, больше никаких разговоров. Ну и тут ей кто-то позвонил. В канун этого она купила новую курточку, красную, кожаную, с замками, вставками. И она накидывает эту новую курточку, этот телефон, в этой своей тельняшке. Алена была спокойна. Дочь нередко выходила в подъезд, чтобы поболтать по телефону, не мешая родителям. Ну, я слышу, что она там разговаривает, все, я уже укладываюсь спать. Я еще какое-то время слышала ее разговор, и все, я заснула. А вы не слышали, что именно она говорила? Нет, мы на шестом этаже жили. Вот где-то там она что-то по телефону, бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и я под это бу-бу как бы и заснула. А проснулась я от ощущения вот этого, вставай, вставай. Мне вот это стучало. Я сейчас понимаю, что это было не мое сердцебиение, это было Катя на сердцебиении. Она умирала, и ей было страшно. И вот этот страх, он был во мне. И я такая думаю, боже, да что такое? Да почему я должна встать? Ну, я встала, открываю дверь комнату. Телевизор работает, Катя на кровать не примята. Свет в следующей комнате, где кухня из санузла горит. Я аж уже туда думаю, сейчас ей 4 утра, а она не спит до сих пор в интернете. Я захожу в кухню, ее нет. Алене сразу стало понятно, Катя не могла уйти надолго или уехать куда-то. Ее паспорт был на месте. А еще дома осталась зарядка телефона. А у нее было два телефона. Один Nokia кнопочный, там была сим-карта, он для звонков. А второй по Wi-Fi в интернете начатилась. Но он быстро очень сильно разряжался, поэтому она без зарядного не выходила, если куда-то шла. Я смотрю, зарядная вот вон-то в розетку висит. То есть она вышла вот минут на 15 и все. Я аж вышла в коридор, ее там нет. Я вышла на общий балкон, ее нет. Вышла на площадку, послушала, прислушалась, нигде нет. Я возвращаюсь в свою комнату, открываю окно, смотрю вниз, думаю. Она, когда разговаривает, она как колокольчик, ее голос слышно, смех ее слышно. Я посмотрела, посмотрела, нигде ничего не видно. Я опять звонить Кате, звонить Кате. И тут берется трубка. Я говорю, Катя, Катя, алло. Тишина. Ну вот просто тишина, квартирная тишина, да. И она заскрипела, и все. И звонок сбросился, и больше я не смогла дозвониться. И я поняла, что эту трубку не Катя взяла. Почему? Ну, я почувствовала. Потому что, если бы Катя, ну не знаю, она, ну, дыхание ее, я не знаю, как вам сказать. Ну, не Катя это было. Субтитры сделал DimaTorzok Когда проснулся Женя, я к ним кинулась, Катя пропала. Он говорит, что значит пропала? А я уже все. Я говорю, ты понимаешь, она не пришла. Ну, загуляла, Леночка, что ты там беспокоишься? Нет, она, не ответила. Телефон, говорю, вот кто-то поднял и не ответил. В этот же день Алена написала заявление в полицию. Но искать девушку всерьез начали только 4 января. Приходят полицейские. Здрасте, здрасте. А не занималась ли она проституцией? Я вот на него смотрю и говорю, я что-то должна тебе сказать. Ну, да, да, точно. Идите, да. Я говорю там, я вот помню, свет горел в тех-то, тех-то, ну, окнах. Может, она там куда-то зашла, потому что накануне приходили вот парни, они пиццу разогревали, ели. Может быть, они живут там. Ну, я же не знала, где они живут. Ну, провели вот этот поквартирный обход, опрос, ничего не выявили. И я еду туда, в полицию, а там говорят, ой, а мы передали в первый отдел. Я еду в первый отдел. Что? Кто? Какая Катя? Я говорю, ну, пропала. Ну, вот ее надо искать. Вот, 29-е, уже декабря. Три дня? Нет, три дня. Я, ну, для меня это был просто максимум. Три дня. Я не видела Катю. Да вы что? Ну, блин, ну, это было что-то с чем-то. А они, кто Катя? Что? Я звоню тогда на телефон доверия в Белгород. Говорю, мою дочь не ищут. Они, типа, да, ну, Новый год же впереди. Ну, она же хотела у вас отпроситься, да? Ну, наверное, уже где-то гуляет, отдыхает. Сейчас Новый год пройдет, придет. Куда она денется? В Луганске девушку не нашли. По крайней мере, никто из друзей и знакомых ее не видел. 14 января возбудили уголовное дело. Но, момент. 7 января полиция пошла в суд, значит, чтобы дали разрешение взять Катин биллинг телефона. Вот решили взять биллинг. Судья Зорина Зорина отказала. Сказала, что совершеннолетняя имеет право на свою жизнь. А если она пропала? Че ж теперь совершеннолетних мы не ищем? Ну, может, она по своей воле, вот, я ее тут свободу, так сказать, ограничивала, и она просто вот ушла жить. А следователь Следственного комитета нашего, местного, Станишевский, как он говорил, да, она уехала денег заработать, где-то проституткой работает, лет через пять с деньгами к вам вернется, не беспокойтесь. Вот так это было. Как следственные органы перешли к активным действиям? В результате чего? Что послужило рычагом вот этим вот? Долгое отсутствие, две недели, ну, даже больше двух недель, а ее нету. Это раз. Второе, она вышла налегке одетая, без паспорта. В тот день, это единственный раз, когда Катя ушла без паспорта. Она всегда с паспортом. Что происходило с 26 по 14 января? Что происходило? Какие следственные действия? Не знаю. Я приходила, мне говорили, подождите, скоро придет, скоро вернется. Прошел месяц активных поисков, и 18-летнюю Екатерину Кузьмину объявили в федеральный розыск. А у следствия по-прежнему нет ни одной более-менее внятной версии. Продолжаем отрабатывать всех тех лиц, кто общался с ней в свое время, ну, и накануне исчезновения. В тех случаях, когда человек становится жертвой преступления, да, если, конечно, тело не скрыли ничего, оно бы уже, скажем так, было обнаружено. На данный момент обстоятельства указывают на то, что, вероятно, она жива. Но я со своей стороны вот этот, началось вот это движение в интернете. Катина подружка, первую ближайшую, которую я знала, Юлю, я говорю, Кати, нет, Кати, пропал, что делаешь? Я не знала, что делать. Она, сейчас мы разместим Катину фотографию в группе Старооскольской. Размещают эту фотографию, и там столько дерьма, столько там такого. Понаехали тут, да все хохлы такие-то, да украинки, проститутки классные. Да, они тут на пособии все живут, жируют, неизвестно, чем тут заниматься. Ну и много людей стали, что советовать, делать, да. Там одни сказали, вам нужно листовки расклеивать. А знаете, это, если честно, это самое тяжелое, это ужасное состояние. То есть, мне помогли составить, напечатать листовку, а тогда снегопад выпал, и морозы очень сильные. И я вот стою, там остановка, а я подхожу эту листовку клеить. И мне, знаете, вот я не знаю, как будто я на площади позорного столба, вот такое как-то было. А мне никто не помогал, а я не знала, у кого попросить, я никого не знала, да, там. И единственное, что вот помощь какая была, вот эти два парня, которые накануне пиццу с Катей ели, пришли к нам домой, посещаясь, говорит, мы можем вам помочь ее страницу в ВК открыть. Я говорю, помогите, пожалуйста. И вот благодаря им я ее открываю и начинаю лихорадочно искать, читать, кто к ней последний писал, я сказала полицейским, там вот кто писал, что говорил там. В общем, я тогда со страху очень много чего наговорила, чтобы они что-то делали, побудить их к действию, понимаете. И Мальцев в тот период успел взять 27 декабря детализацию звонков Кати. Кто это Мальцев? Мальцев начальник отдела уголовного розыска, который принял заявление по исчезновению Кати. И последним, кто говорил, двумя последними людьми, кто с ней говорил, был Киугель Андрей из Губкина и Соплинов. Эти два человека и стали главными подозреваемыми в исчезновении Кати. Михаил Соплинов, полицейский, сотрудник ДПС, и Андрей Киугель, охранник из ночного клуба. С Андреем Катя познакомилась в ночном клубе Садко. Девушка иногда приходила туда. Она любила танцевать. Катя с охранником сдружилась. Ну и начались отношения. Она считала его своим парнем. Я думаю, что у нее была цель перед Новым Годом, или если я не пущу в Луганск, то где-то провести Новый Год. Ей хотелось с кем-то в какой-то компании. Вот она общалась с теми, с теми, искала, с кем она будет Новый Год праздновать. И один из вариантов был вот этот Андрей Киугель из города Губкина. Вообще, она, конечно, рассчитывала, что с ним у нее будут серьезные отношения. И в один прекрасный момент он ее заберет в Губкин. То есть, она избавится от моей опеки. А там будет танцевать в клубе, а он охранник. То есть, модель, что защита у Кати есть, и мама тогда не будет беспокоиться. Вот такую она конструировала, скажем так, модель. Танцевать и именно на профессиональном уровне. Зарабатывать этим она хотела. То есть, зарабатывать, танцуют танцы. То, что ей нравилось, то, что она любила. Она пластичная была, как бы, и так далее. Она и хотела в хореографический поступить после 9 класса. Она хотела эстрадные танцы, она хотела пилон, хотела. Я сказала, что угодно, но не пилон. Да почему? Почему? Ну, я такая была. Это сейчас бы, может быть, я и разрешила. Сейчас, не знаю, сейчас изменилось отношение к пилону, сейчас это нормально. А я боялась, чтобы Катя, скажем так, не избилась с пути истинного. И боялась, если она пойдет на пилон, то она захочет где-то танцевать в клубах там, где-то там, и так далее. Но мы, собственно говоря, к этому и пришли здесь уже, в старом Осколе. И вот ее знакомство с этим вот Андреем Киугелем из Губкина этому способствовало. И вот она там танцевала и даже, как бы мне потом, когда она пропала, одна из подруг сказала, что она там танцевала танец гоу-гоу. Он, кроме того, что он охранником клуба, он был на тот период фитнес-тренером. Она пыталась ходить в спортзал, чтобы накачать мышечную массу, да, чтобы немножко плотнее быть. У них даже есть совместная фотосессия, где он там эти штанги отжимает, а она там как бы ему помогает. И вот этот самый Андрей рассказал полицейским, что действительно разговаривал с Катей в ту ночь, когда она исчезла. Разговор длился две минуты. Он говорит, в четыре утра смену закончил, шел домой. Она ждала этих четырех утра, чтобы с ним созвониться. Он знал, что работу закончить. Ну, по словам Киугеля, она хотела, чтобы он приехал. Но он не поехал, он сказал, что он устал и пойдет домой. И его биллинговые данные подтверждаются, да, что вот он был на работе, потом преследовал домой. И есть свидетельские показания, что он был дома. Охранника Андрея Киугеля вычеркнули из списка подозреваемых. Но Алена даже после этого не раз возвращалась к мысли, что может быть он все-таки причастен к исчезновению дочери. Версия, что Кати нет в живых, мной вообще никак не рассматривалась. Это, ну как, пока я не исчерпаю все возможности поиска ее живой, я о мертвой думать не буду. Вот так было у меня. Я подписалась на все вот эти вот группы Греции, Италии, Бахрейн, мусульманские страны, фейсбук завела, думаю, пыталась там Катины фотографии распространять. Ну то есть версия рабства больше рассматривалась, потому что тоненькая, хрупкая, красивая девочка, пластичная, могли похитить, украсть, продать. Вот ближе была эта версия. Киугеля мы, конечно, здорово трясли. Почему? Потому что до того, как он стал охранником и фитнес-тренером, он полгода оперативником работал в полиции. И я настаивала, что значит он знает все эти схемы. Тем более он такой человек-развлекалка и компания у него, которые любят развлекаться по базам молодых, они там ездят. В общем, я много там придумывала. Шубу, которую мы ей купили, я ей подарила. Многодетные в семье. А так как-то была такая ситуация, что вот эти беженцы, помните, с Харькова? И ему, типа, надо было вещи на маленького ребенка. Я стала рыться. И я поняла, что я не могу ничего отдать. Я вот прям стала плакать и пришла к девчонке и говорит, девчонке, это плохо или хорошо, что я не могу к этому вещи отдать. Может, надо отдать. Они, ну, если это тебе страдания приносит, значит, не нужно ничего отдавать. И я вот успокоилась, и все. Некоторые я вещи все-таки отобрала там. Что-то передала, что-то отдала каким-то, уже там, уже не поймешь, где какие беженцы. Эти вот. Ну, все равно, а вдруг, ну, как бы, может, она носить их уже больше не будет, но оценит, что вот, мама сберегла для нее ее любимые вещи. Она может, если бы она пришла, она бы увидела и тоже вместе с самой бы на это все смотрела и смеялась, что она говорит, когда тут такие вещи. Она их сила. Теперь о втором человеке, с которым Катя разговаривала в ночь исчезновения. 23-летний сотрудник ДПС Михаил Сопленов. Он жил в соседнем доме и давно уже оказывал Кате знаки внимания. Когда за месяц до ее исчезновения она приходит, приносит розу белую. Говорит, мам, тут у нас во дворе мент какой-то живет. Я ему понравилась, он мне розу подарил. Я так сразу, мент? Я говорю, раз ты ему нравишься, дружи с ним, он тебя защищать будет. Опять же, я это говорю. Она, ой, мам, он такое и ушла. А это был Сопленов. Это Сопленов ей подарил эту розу. Кстати, он тогда работал в ДПС. Катя с компанией ехала в машине. Они ее остановили, машины, для проверки документов. Катя достала свой украинский паспорт и он ее запомнил. Нашел ее в интернете и выяснилось, что мы еще и соседи. И началась вот эта переписка. Ну, она его там периодически динамила. То есть, он, вот, я там пошел в спортзал, думал, тебя встречу, а тебя там не было. Она, ой, да я там заходила, а потом ушла. Хотя по показаниям потом два раза они в кафе куда-то ходили там. Он ее обманывал, говорил, что живет один, вот, ищет девушку. А на самом деле он жил сожительницей уже пять лет. Все это Алена узнала, когда прочитала в соцсети переписку дочери с Михаилом. Сам разговор по телефону Кати с Михаилом в ночь исчезновения был очень коротким. Приехали к Сопленову, 43 секунды было с ним разговора. К нему приехали, спросили, он говорит, да я вот звал ее, да, а она не пришла. Ну ты ей позвонил, да, и что? Да ничего, она не вышла. А, понятно. Вот тут очень такой серьезный момент. Начальником УМВД Старого Оскола на тот момент был Деревлев Виктор Николаевич, по-моему. Он лучший друг семьи Сопленовых. Отец Сопленова участковый майор с 30-летним стажем, пенсионер МВД. Хорошая семья, хороший мальчик. Как выяснилось, хороший мальчик даже не служил в армии. Он не являлся по повесткам в военкомат. Но его взяли вот в ДПС с тем, что он хороший футболист, чтобы играл за футбольную команду МВД. То есть даже закрыли глаза на тот момент, что он в армию не пошел. И это сыграло вот ту роль, что два года Катю не могли найти, кто преступник. Полицейские даже отрабатывали версию, что сама Алена и ее муж, отчим Кати, причастны к исчезновению. Проверяли их алиби и правдивость показаний на полиграфе. Отношения с отчимом у Кати были, мягко говоря, не самые хорошие. У нас в семье такая не совсем здоровая атмосфера была в плане того, что Катя там, например, попросила купить шубу за две с половиной тысячи, а у нас денег нет. В это время, Женя, тебе уже 18, иди работай и обеспечивай себя. Вообще логично, вообще логично. Да, логично, но разрождался скандал, какой-то конфликт, и в результате все психуют, все расходятся в разные стороны, кто куда. И потом уже очень сложно опять все это собрать в кучу, опять что-то наладить. Ну, мы купили ей эту шубу, там есть и фотографии и так далее. В конце концов, она так радовалась, что вот она похожа на натуральную, там, ну, очень радовалась, когда эту шубу ей купили. Но получалось так, пока я на работе, а Женя дома с Катей, у них постоянные конфликты. И когда я прихожу с работы и хочу там какие-то свои Кате, да, то ли претензии, то ли обсудить что-то, а уже нет смысла, они уже пересобачились, простите за выражение, да, и я прихожу, эта хлопнула дверь и ушла, а этот мне начинает там рассказывать, что вот она должна, а ты? То есть мы даже там в какой-то момент мы договаривались, я говорю, ты ее не трогай, я приду, с ней сама поговорю, и, ну, как-то все получится, вот, ну, он какое-то время там терпел, но все равно через какое-то время опять конфликт назревал, ну, на почте финансов в основном все это дело было. Так, а вы работали в Старом Осколе, вы продавали в магазине косметику или тогда еще нет? Развозная торговля, духи, мы ездили по городам, продавали духи, ну, потом постепенно я перешла эти же духи продавать в торговом центре, вот, и потом я перешла, да, на островок бижутерии, и вот все время там работаю. К моменту пропажи Кати каким был ваш образ жизни? Два через два я ходила на работу в торговый центр солнечный, жили мы, то есть наш сегодняшний день зависел от того, что я заработаю сегодня на этих духах, а я могла ничего не заработать. Зарабатывала в день от 50 до 300 рублей. От 50? Да. Как же вы жили? Вот на 300 рублей максимум я могла заработать, и на эти деньги мы день жили. Это и проезд, это мужу сигареты, это хлеб, еда, вода и так далее. Был метр восемьдесят восемь рост и сто тридцать килограммов вес. Он есть хотел. Мы вот такую бодягу картошки с морковкой натушим, он похлебает, похлебает, походит, походит, и уже все, голодный. Катя, ну, я наелась, мам, и, ну, куда-нибудь уходит, она у меня там просила хотя бы 50 рублей там, носок, как она говорила, что вот ее, если она там попадала в какой-то клуб на танцульке, я говорю, Катя, у нас денег нет, за что ты туда пошла, там уже за вход платить надо там, и так далее. Она, нет, мам, у них по четвергам вход для девушек бесплатный, а сок там 30 рублей стоит пачка, я покупаю и танцую, я больше там ничего не беру. А Женя, он устроится куда-то на работу, месяц-два поработает, и что-то там не складывается, переходит на другую работу, и у нас денежные вот эти вот поступления часом с квасом, то есть, то нет, то вообще нету. Вот этот вот груз, что, ну, денег нет, не хватает, это, ну, по нервам тоже очень сильно бьет. Это тут она, кстати, купила, у нее близняшки были, подружки, там есть фотка, они втроем в таких платьях одинаковых. А тут костюм, такая тонкая бусочка, ну, тоже пятнами уже подкрылась, к сожалению. Ну, вообще, Катя, ну, модная была, она, мы вещи покупали в основном, ну, там, секонд-хенд у нас был, там, по рублю, по два, и вот полицейские говорили, а где вы деньги брали одеваться? Она, значит, мол, типа, проституции зарабатывала и одевалась. Я говорю, да вы что, говорю, мы секонд-хенд купим, она оденет так эту вещь, да, какой-то гофь, какой-то шарфик, там, платочек навяжет, она будет выглядеть, ну, моднее всех. Она, правда, себя красиво не считала? Я ей говорила, Катя, ты должна задавать тон. Тебя увидят, из тебя будут брать, пример, также будут одеваться, у кого будет, у меня нет такого вкуса, как у нее, с вещами. Мама и дочь ссорились редко. Катя очень не хотела расстраивать маму, знала, что та за нее очень беспокоится и поэтому будет пытаться контролировать. Катя оберегала маму и не очень делилась тем, что с ней в действительности происходит. А какой был смысл Кате от вас многое скрывать? В чем тут была причина? Она знала, что если я буду знать, что ей угрожает какая-то опасность, кто-то ее что-то заставляет делать или еще что-то, я просто соберу вещи и уеду. Заберу ее и мы уедем из этого города. Скажем так, она не хотела потерять свою свободу в некотором отношении, поэтому она некоторые вещи мне просто не рассказывала, не тревожила. Чтобы меня не тревожить, чтобы меня не беспокоить, а я все равно тревожилась, все равно беспокоилась. Она очень меня любила и я ее очень любила. Но вот в плане доверия, чтобы она там пришла и рассказала, где она была, что делала, нет, она будет анализировать, что можно мне рассказать, чтобы я не осуждала, не порицала, не ругала, а что нельзя. То есть мне доносилась ее только та информация, когда я скажу, а, ну хорошо, нормально. Вот смотрите, она училась на парикмахера, а она хотела танцевать. Для меня это не есть хорошее поведение для молодой девушки, да, там полуобнаженной танцевать где-то там на публике и зарабатывать за это деньги. Как бы вот, вот она это знала. Поэтому она, чтобы меня не ранить, да, скажем так, потому что доверие одно, любовь, это немножко другое. У нас с ней связь вообще, ну как бы, ну вот конфликты именно из-за того, что я ей не давала делать то, что она хочет. Родители Кате быстро исключили из списка подозреваемых. Вскоре после исчезновения дочери Алена развелась с мужем. Вся ее жизнь теперь состояла из поиска дочери и работы в таком порядке по важности. Целых два года у поиска не было никаких результатов, а у полиции никаких зацепок. Алена продолжала сама искать дочь, расклеивала ориентировки, создала поисковый сайт в интернете, постоянно требовала у полиции продолжать поиски. То есть два года была все, полная неизвестность, да? Да, дело постоянно приостанавливали, я находила какие-то, ну в моем понимании подозрительные вещи, приходила, писала, писала, по моим предоставленным каким-то показаниям снова открывали дело, проверяли информацию и закрывали, потом снова и снова закрывали, отрабатывали несколько версий. В какой момент произошел перелом? Когда что-то стало в следствии меняться, как будто они на какой-то след начали вставать. Когда пропала вторая девушка два года спустя. оказалось, она тоже была знакома с полицейским Михаилом Сопленовым и он сразу стал главным подозреваемым. Как вы вообще вы поняли, что что-то меняется? Расскажите. Мне прислали ориентировку, что пропала некая Наталья Малахова, девушка. А я так смотрю из окна, у нас по Макаренко, по нашему двору полицейские с собаками бегают. Думаю, странно, что у нас и что с собаками. Ладно. Ну, я разместила эту ориентировку. На следующий день мы завтракали с подругой, она уходит и потом мне звонит, говорит, тут к тебе родители пропавшей девушки хотят поговорить, а не смогли достучаться до тебя. Я выхожу, открываю, заходят Ирина и Игорь. Ирина такая, здравствуйте, Алена, мы с вами заочно знакомы, мы ищем Наташу, это моя, говорит, вторая дочь, второй ребенок, она пропала. Я говорю, а где она пропала? Ну, здесь вот, я жила в Макаренко 12, а Сопленов в Макаренко 13. Я говорю, в смысле? Вы знаете, что это квартира Сопленова? Она такая, ну да, она у Сопленова была. Я опять на нее так смотрю, говорю, а вы знаете, что Сопленов последний Катю в гости звал и после этого она пропала? Она такая, ну нет. Она уходит и я звоню начальнику полиции Сабатовой. И я прям, ну вот, я просто на него ору. Я говорю, и что вы мне хотите сказать? Что Сопленов не причастен? Да я его поорву, да я там, ну я стала там кричать. Он говорит, успокойтесь, не мешайте нам Елены Викторовны, мы проводим оперативные действия. Не лезьте никуда, не надо. Стопка-листовок, короткий инструктаж и в путь на один микрорайон два человека. Помочь полицейским в розыске пропавшей девушки вызвались сотни волонтеров. Всего за пару часов студенты расклеили фотографии пропавшей Натальи Малаховой на стенах жилых домов, на рынках, в торговых центрах и магазинах. Наталья работала официанткой в одном из кафе. После смены 16 ноября девушка отдыхала в компании в квартире на Макаренко. Под утро с ее сотового было вызвано такси. Со слов тех, кто был с ней, то и злополучной ночью Наталья вышла из квартиры. Однако таксист, приехавший на вызов, клиента так и не дождался. Девушка из подъезда не выходила. След Натальи потерялся на первом этаже. Оба ее телефона выключены. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УКИ. История очень напоминает события двухгодичной давности. 26 декабря 2014 года в этом же районе поздно ночью пропала Катя Кузьмина. Типаж девушек одинаковый, симпатичные, худенькие, длинноволосые брюнетки. Тогда тоже у полицейских не было ни свидетелей, ни зацепок. Поиски Кати благодаря ее маме идут до сих пор. Женщина ведет собственное расследование. А как они знали в каком месте она пропала? За месяц до этого сводный брат Наташин познакомил ее со своей компанией, в которой был Сопленов и Бобрышев. Друг Сопленова участковый. Бобрышев Андрей как бы проявил некие знаки внимания к Наташине. Они начали переписываться. И вот в тот вечер Бобрышев позвонил ей. Да приходи к нам, типа проведем вместе время. Там пиво попьем. А в это время к подруге, с которой Наташа сидела в квартире, пришел парень подруги. Ну и Наташа решила их оставить двоих и поехать в компанию друзей своего брата, скажем так. И она сказала, куда она едет? Да. Чтобы Бобрышев позвонил с Сопленовым, пригласили пиво попить, я поеду к ним. Да. Получается, что вот вот я буду, ну не знаю, там убивать девушку, которая сказала, куда она поехала. Ну это же как-то странно, нет? Странно, да. Учитывая то, что они, когда пили пиво, звонили Наташиным подружкам, пригласить их тоже в свою компанию. Потому что, ну что, Наташа одна, надо еще. Ну, из подружек ответила только одна, она свидетелем потом была. Вот они звонили, она слышала, Наташа смеется, ну что, она веселее все, но она сказала, я никуда не пойду. Через неделю после исчезновения Наташи Михаила Сопленова задержали. У следствия на руках оказалась важная улика. Видео из телефона Михаила, на котором видно, что он выглубил девушку. А на допросе он признался, что потом выглубил ее. Вот во время следственного эксперимента Сопленов показывает и рассказывает, что и как он делал. А что на самом деле там было с Наташей? На самом деле где-то после ухода Бобрышева Сопленов решил вступить с Наташей в интимную связь. Она спала, он начал к ней приставать, стягивать колготки. Она про Соня сказала Андрей, отстань. И как он говорит, это ему дало по мозгам. Он решил показать, что он не Андрей. Михаил Ильич, ну поясните обстоятельства происшествия. Сидели выпивали тут в зале. А кто именно сидел? Я Малахова Бобрышев. Бобрышев домой ушел. Я пошел в спальню. Не смог уснуть. Что-то в голове переклинило. Пошел начал до Малахова приставать. А сколько это по времени было? Время во сколько? Ну пол четвертого четырех по четырех. Сначала она ответила взаимностью. Потом она начала меня Андрей называть. Ну как-то так. Потом она начала сопротивляться. После чего я связал ей руки. Ну и рот заклеил скотчем. И отвез в спальню. в спальню. А вот скажите она сопротивляться стала в какой момент? Когда поняла, что не Андрей. Посмотрите, пожалуйста, манекен это будет Наталья. Посмотрите, как она съела, в какой позе, лежала ли она. Ну, как лежала, да? Да. Начал приставать. Каким образом? Приставать, целовать, шею. Целовали? Да. Шею? Да. что? Потом она развернулась. Меня точно не помню. Почему вы не помните? Блин, был не в здравом уме. Почему не в здравом уме? Не знаю. У вас есть потери памяти? Вообще не было. Не было. А здесь почему вы не помните? Не знаю, переклинилось что-то. Вы целовали в шею? Дальше что-то? Потом она Андрей меня пару раз назвала. Я говорю, я не Андрей. Началась сопротивляться. Как сопротивлялась? Врываться. Она вас била? Нет. Царапала? Нет. Началась сопротивляться. Я побежал, взял скотч. Связал ей руки. Она кричала, нет? Нет. Он взял скотч, замотал ей руки впереди скотчем, обмотал голову скотчем. А у Наташи волосы на всю спину волосы длинный. Замотал голову скотчем и надел ей шапку. Дальше отвел в спальню. Куда? В спальню. Она сала пошла? Ну, я ее вел. Ноги у нее свободны были? Да. А как она поднялась? Я поднял. Каким образом? Показывайте, как вы ее подняли. снял колготки трусы куда? И так как ну как я не помню в каком порядке это все было она не кричала? Ну когда скотч полос она сказала ну ничего не кричала. Есть восстановленных три фрагмента видео. В первом его палец он устанавливал камеру. Второе снято как он она спит еще да он начинает к ней лезть короткое там видео и третье видео основное там около 4 минут само действие на этом видео видно также что у Наташи есть рана на ноге она сама в сознании сопротивляется? Нет она на видео уже со сломленной волей а она никакая просто делает что он говорит и в конце она начинает плакать и говорит я так больше не могу и на этом он встает и выключает видео а как удалось посмотреть это видео он его что сохранил? нет он его удалил удалил а криминалисты восстановили это видео и его сразу же арестовали 24 24 ноября потом когда я второй раз полез он еще сопротивлялся как сопротивлялся вырываться начала вся фигня ну как она вырывалась все руки скотчем связан ногами обрыкалась ну после чего я получается задумываю каким образом сверху залез и она лежала вниз лицом да как покажи вот так сверху залез садись как ты на ней сидел не считаешься манекен не раздавишь как ты сзади не спереди нет ну и как ты схватил за горло вот так за шею пол схватил шею да и как ты понял что движений никаких не было а с какую цель ты испугался чего не знаю чего на уме поясняли то что не испугался просто переборщили как вы это можете пояснить силы перерасчитал ну не рассчитал и получилось так что зашел какие силы рассчитал свои когда да ну а дальше что сделать ты ничего сел и думал что за фигня еще случилось ну в шоке был ты наркотики не употреблял нет никогда не употреблял ну и что дальше было ты ничего подумал что-то делать надо пошел взял старое покрывало на втором накинул накинул покрывало дальше она ростом с тебя была ниже вот ты понес ну не так а на руки положил за кресло положил кресло выделил положил сюда положил да дальше чтобы она замотана у тебя была покрывала потом еще вот одеяло туда все покидал что покидал чтобы тело не видно было что кидал ну и говорю вещи все которые были какие коробками полисосом подоставлял полисосом коробками подоставлял ее да дьяволами покрывало дальше что пошел в комнату куда к себе в спальне находился там до 4 часов вечера а это было во сколько часов 5 утра а потом Бобрышев говорит что в течение дня Соплинов несколько раз звонил просил друга зайти ему обязательно когда тот вернется ну дальше там по словам Бобрышева я его видеодопрос разместила тоже в соцсетях полностью как он сидит вальяжно и рассказывает что пришел к Соплинову а тот говорит да вот Наташа подскользнулась утром из ванны выходила подскользнулась упала ударилась и скончалась я не знал что делать я ее вот тут положил за кресло ты мне ее подай через окно тело я вывозил получается после 10 вечера как ты вывозил ну подтянул тело на подоконник подогнал машину показывай как ты подтянул тело на подоконник показывай как ты взял тело она у тебя в чем была покрывали покрывали подтянул на подоконник да машина я точно не помню я точно не помню я не помню А у тебя бывали такие провалы в памяти? Там у меня с памятью нормально всегда все было. А тут? А тут даже поведение не мое было. А чье? Не знаю. Там есть свидетельница, которая курила, стояла на общем балконе и выходил с опленов, спрыгнул с балкона. Это первый этаж. И увидела габариты, сдающие назад машины. И он сбрасывал там линолеум. И все, она ушла. Ну и предполагалось, что он ее мог завернуть в линолеум и положить в Ниву. В Ниве не было заднего сидения. И увез. Я вот не понимаю, да? Вот вроде обычные люди, да? Вот ты приходишь в гости к своему другу, а там труп. Девушки, с которой ты пил. Да. Тебе гонят какую-то ерунду. Помоги вот этот вот труп. Положить в машину. Полицию мы вызывать не будем. Нормальный человек, он вообще же удивится, наверное, нет? Ну, в конце концов, не доказали мы в суде, что именно так и было. Сейчас Сопленов дает показания, что Бобрышева не было. И он записал видео, что Бобрышев говорит, что был и помогал? Да, есть такой фрагмент. Но там он впоследствии сказал, что его вынудили полицейские это сказать. И он вот сказал. Бобрышева обвинили в халатности. Следствие шло больше года. Дальше суд. Журналистов тогда поразило, как вел себя Бобрышев на суде. В приподнятом настроении, уверенной походкой прошагал обвиняемый Андрей Бобрышев вместе со своим адвокатом Александром Панюшовым. В зале суда обвиняемый вел себя крайне самоуверенно и постоянно широко улыбался. Я не могу. Честно, не могу вообще. С одной мыслью. Ложусь и встаю. Где ты? Поэтому очень тяжело. И сегодня, если видеть его лицо, я даже не знаю. Меня просто переполняют. Чувства. Я просто хочу знать, где моя дочь. В результате Бобрышеву присудили 10 месяцев исправительных работ. Это и был его приговор. Но Бобрышева сразу освободили с учетом времени, которое он провел под следствием. Наташа была... Это 17 ноября утром. 24 ноября его арестовали. У него было достаточно времени скрыть все следы. Там фрагмент есть, я думаю, вы вставите. Когда приходят на следственный эксперимент к его квартире, значит, открывают дверь. И психолог-криминалист, женщина, говорит, красочкой пахнет свежей. То есть он скрыл все следы. Красочкой пахнет свежей. И там, опять же, еще один момент. Когда Ирина Васильевна 19-го пришла писать заявление о пропаже вечером, 9 часов вечера, оперативник, который принимал у нее заявление, звонит Соплинову, говорит, «Ты где?» Он типа дома с Бобрышевым. «Сидите, ждите, к вам сейчас приедут». Ну, он что-то ему сказал, а этот ему говорит, «Вы что, хотите по 105-й загреметь? Сидите и ждите». И к ним приехали только в час ночи их допрашивать. То есть, ну вот, больше суток у них времени убрать все было прям предостаточно. Напомню, что Михаила Соплинова называли мальчиком из хорошей семьи. Его отец 30 лет был участковым, ветеран МВД. Алена уверена, у Соплинова-старшего были хорошие отношения с начальником местной полиции. Местный уголовный розыск, да, там, они хотели сами все раскрутить, сделать. А тут вмешалась я. Да, следственный комитет пригнала, да, там, скажем так, ну, грубо, если выразиться. Следственный комитет, все по закону надо. И вот, ну, они там пытались следить за ним, прослушивать, куда пойдет, что сделает. Ну, и в итоге, когда было, опять же, время надо было детализацию, биллинг. Ну, все было сделано быстро. Вот, кстати, я тогда первое время, у меня было такое чувство обиды, знаете, в каком плане? Когда Катя пропала, проститутка. А когда пропала Наташа, собаки, полицейские, 200 человек, 300 человек, туда-сюда, Лиза Алерт приехала. Такие поиски, у меня, я уже такая, ого, ничего себе, как можно-то делать-то. Так, Алена, а что в итоге следствие выяснило? Что происходило с Катей, между Катей и Сопленовым? Что выяснилось? Вы знаете, в тот период я ничего не знала, что происходит. Я не знала, что он сказал. Какие-то слухи, кто-то что-то делал, в комментариях кто-то что-то услышал, написал. Там такие версии жуткие прям. Мне вообще позвонили, я на работе была. Я уже сама уже, ну, я понимала, что, наверное, все-таки версия Сопленова, и она, наверное, плохая, потому что нигде ни Катиных, ни вещей не было обнаружено, ни телефонов, ни золота, да, там ничего, это плохая версия. И тут мне звонят, человек, ну, который участвовал в поисках, которому я доверяла, он говорит, все, смирись, Катя была ухта. Следом за ним звонит еще кто-то и говорит, ой, копают огород Сопленовых в Федосеевке, первой кости нашли Кати. Следом тут еще кто-то звонит, говорит, ой, держись, зверски была ухта. У меня тогда прям умопомрачение. Я бросила работу, я ушла домой, я налила водки, я написала статус Катя Зверски была ухта. И я вот всю ночь, я просто вот плакала, орала, там, ну, все. Потом уже утром я немножко взяла себя в руки, позвонила в полицию, говорю, правда то? Нет. Правда то? Нет. А что? Подождите, вам все расскажут. Подождите, туда-туда. Да, про Кузьмину расскажи. Ну, тоже тут произошло. Каким образом? Получается, сидели, выпивали. Где? А где, в этой комнате или где? Вдвоем были? Да. Ну, и тоже, получается... Что ты с ней сделал, с Кузьминой? То есть... Ну, покажи теперь про Кузьмину, как ты делал все. Где она находилась? К ней подошла. Да, ну, как диван был другой. Она сидела или лежала, когда зашел? Стоя, получается. Стоя? Да. Где? В коридоре. О, в коридоре, вот в зале. Когда он в 2.27 ей позвонил, 43 секунды эти, она к нему вышла и пришла к нему в квартиру. И они сидели, он там фотки ей присылал, там, виски, да, она говорит, я пить не хочу, я хочу только чай, да, там, он там на заднем фоне чай. Он говорит, что они выпивали это виски, разговаривали, и он, ну, хотел с ней интима, ну, ждал удобный момент. И тут позвонил вот этот Андрей Кеугель, да, из Губкина. Разговор закончился, и она засобиралась домой. Время, она понимала, что я могу сейчас в любой момент проснуться и увидеть, что ее нет. И вот в этот момент он начал к ней приставать. Она ему ответила отказом, он стал, ну, тащить ее, и она его ударила между ног ногой. И он говорит, что у меня снесло крышу, и я ее сошел. Мне в интернете по поводу исчезновения Кати и Наташи не раз встречались вот такие примерно комментарии. Почему, мол, они дома не сидели? Почему они в темное время суток встречались со всякими молодыми людьми? Во-первых, кажется, что знакомый сосед, тем более полицейский, уж точно человек, заслуживающий доверия. Во-вторых, молодость, она потому и молодость, что люди хотят петь, танцевать, встречаться с людьми, гулять по ночам. И наверняка вы много раз так делали. Я, например, очень часто. В-третьих, спросите себя, как часто вы говорили про пострадавших, мол, сами виноваты, для того, чтобы самому или самой не было так страшно, чтобы отделить себя от происшедшего. Ну и последнее. Маньяки и психопаты совершают только 1% убийств. Все остальные совершают так называемые обычные люди. Покажи, как ты, Кузьмин. Я не помню, как уже. Не помнишь? Нет. Ну ты думал, как у нее. Да. Именно в зале, да? Да. А она у тебя лежала на диване? Сидела. Сидела? Да. И зачем ты ее думаешь? Приставать начал к ней. Ну? Она взаимодействие не ответила. Ну? Ну, блин. Тоже крышу снесла. И ты ее слушал? Да. А каким образом? Помнишь, раздушил? Ну, руками как. Покажи. Да не помню, а как. Трезвый был, улюпионый туда. Ну. Пиво пил, виски пил. Нетрезвый был. Кузьмина сопротивлялась? Пыталась. Какие она действия производила? Да ну никаких. Сколько она, 40 килограмм или 45 весила? А ты с ней полувак совершал с Кузьминой? Нет. Нет? Нет. А раздевать ее раздевал? Тоже нет. Не раздевал? Просто предупреждал? Да. А бить ее бил? Нет. А ее как вывозил? Вот контейнер, что у него дома стоит. Ну, я считаю, сразу туда его погрузил тело. Ну, часов в 5 утра. Какого числа? Я не помню. За каком месяце было? В конце декабря. Какого года? 14-го. Ну, все-таки, поясните, как она сопротивлялась? Может, она пыталась кричать, махала руками, ногами? У нас первый этаж тут все слышно, если бы кричала. А до этого другие женщины к вам попадали сюда? Да. А с ними вы что сделали? Ничего не делал. Их не ду... Никого, ничего. Такой вопрос у нее был. Когда ду... Там, моча испускания, ку... из ушей, там, что-то. Он говорит, да нет, ничего такого не было. Она даже не хрипела. Вы знаете, как... Человек говорил, хрипит он, не хрипит. Я, допустим, понятия не имею. А он знал. Возможно, Катя не первая жертва. Помните, как Алена позвонила дочери, после того, как поняла, что Катя нет дома? Трубку кто-то взял. И 10 секунд тишины. Алена просто слышала, как на той стороне с Катиной трубкой в руках молчит какой-то человек. Вы позвонили в 4.43. Давайте я вернусь к этому звонку. В 4.43 кто-то взял трубку. Вы поняли, что не Катя. В какой момент Сопленов нажал случайно на кнопку? Что он говорил? Он ничего... В 4.43. В 4.43. Как у него в руках оказался ее телефон? Ну, он уже ее сгибил. Он собирал вещи, выкинуть. И увидел... Ну, телефон начал вибрировать, я звонить начала. И он его достал, чтобы достать батарею, и нечаянно нажал на ответ. Услышал мой голос, отключил и разобрал телефон. А куда он его потом дел? Телефон с вещами выкинул в мусорный бак в соседнем дворе. Ну, а потом, после того, когда вы прижалили одну и вторую, на следующий день, как вы себя чувствовали? Так, трусило все. До сих пор трусят. Трусило? Ну, то есть, получилось, что он первично признался, ему показали видео изгибирование, он признался, что он изгибил Катю и изгибил Наташу. Но на второй день он должен был показать места их захоронений, но на второй день Соплинов отец привел адвоката Хомякова, Дениса. И адвокат поговорил, значит, с Соплиновым. Тот отказался от всех своих показаний, сказал, выбили. Меня заставили это сказать. Никого я не х**вал. Все. Систематически мой подзащитный Соплинов подвергается физическому наоборот со стороны сотрудников, как он сказал, СИЗО, которая из него, в результате этих п**ок, я их так называю, была получена явка с повинной о том, что он якобы убил Малахову. После этого п**ки и изгибили не прекратились. От него пытаются добиться, где находится тело убитой. На что он отвечает, даже можно сказать кричит, я не знаю, он не может назвать место якобы убитой им Малаховой. А видео? А что, ну изгибирование, вы что? Это было не изгибирование, это была ролевая игра взрослых, молодых мужчин и женщин. Поэтому шапку надели, чтобы Наташа на лицо не узнавалась. Родители Соплинова тоже настаивали, сын не виноват. Нашим органам нужно было закрыть это дело, потому что она получила резонансный характер. То есть все это было известно на территории всей России. Сын мой должен следить за то, что он не совершал. Поверьте, я сам сотрудник полиции, точнее милиции, полиции я не нашел, уволенный на пенсии. Хочу сказать следующее. Если мы не причастны к этим всем преступлениям, и он виноват, я так полагаю, что должны быть доказательства его вины, а не то, что человек сказал сам, или заставить его признаться в этом. Вот за что вот так вот разобраться, вот за что человек должен сидеть? Так успокоилась. Они рассказывали о невиновности сына на ток-шоу. А рядом сидели убитые горем мамы пропавших девушек. Поэтому я уверен, что сын мой не совершал этого. Если я что-то у него совершал, влияние какие-то, его накажут в законный блок. Состоялся суд по выбору подсудимого с участием присяжных заседателей. 8 февраля нынешнего года коллегия единогласно вынесла вердикт. Михаил Соплинов виновен в силовании ухитвы двух девушек. Снисхождений не заслуживает. 13 февраля приговор огласил суд. Пожизненное заключение. Суд приговорил. Соплинова Михаила Юрьевича признать виновным в совершении преступления. Не назначить ему наказание. По пунктам АК, части 2, ст. 105 Уголовного кодекса РФ в виде пожизненного решения свободы. Тихо, тихо. Статично 9, часть 3, назначить Соплинову наказание по совокупности преступлений путем полуосложения наказания в виде пожизненного решения свободы с отбыванием наказания в исправленной колонии особого режима. Взыскать Соплинова в счет компенсации и морального бреда в пользу потерпевших Кузьминой Елены Викторовны и Крюковой Террида Васильевны по 2 миллиона рублей каждый. Подсудимый, приговор понятен? Нет. Что непонятно вам? Все непонятно. На этом судебное задание появляется закрытым. Что ты сгнил? Я так. Уважаемый, все. Уважаемый, Дом, мы покидаем в ходе. Ролеваем, занимайся на камеру. Благодаря чему удалось при отсутствии тел все-таки благодаря чему у него приговор о пожизненном заключении? Это необычно, немного ведь, да? Это да. Ну, во-первых, сыграло роль его признание, да, первое. Когда, перед тем, как он давал на следственном эксперименте вот эти все показания с куклой и так далее, его предупреждают, что дальше, даже если он впоследствии откажется от того, что сейчас вот тут расскажет, покажет, это будет все равно являться доказательством в суде. Скажите, вы не оговариваете себя? Нет. Вы давали правдивые показания? Да. Вы не обличаете вас же кого-нибудь или что-нибудь, что хотите утаить? Нет. Вам оказывалось давление со стороны следствия, полиции? Нет. Плюс свидетельские показания, что вот его видели, как он с балкона соскакивал, сбрасывал линолеум и подгонял машину к стене дома, хотя там стоянка. Ну и Бобрышева, который дверь закрывал и уходил оттуда. Ну там еще экспертизы разные, там вот по Наташе, например, есть простынь, на которой эпители Сопленова, Бобрышева и Наташи есть. Ну и, конечно, вот это видео сферирование. Плюс очень грамотная работа следователей Следственного комитета Белгородской области. Сопленов захотел суда присяжных. Вердикт присяжных нигде нельзя спорить. Давайте про тела. Как вы думаете, все-таки, куда они могли деться? То есть, вот он говорит, что он их выбросил в мусорные баки. То есть, мне, конечно, сложно себя поставить на место убийцы, но предположим, что вот мне нужно избавиться от тела. Мусорные баки очень ненадежное место. Их же там довольно легко обнаружить. Ну, кто-нибудь пошел выбрасывать мусор? Ну, не знаю. За Катю он говорил, ну, она ж маленькая, что он ее туда положил, а рядом стоял второй мусорный бак, и он оттуда мусорными пакетами сверху ее заложил. Это я не понял. Кузьмину в тот же день после совершения преступления или на следующий? В тот же. В тот же? Через сколько часов примерно, можно сказать? Полчаса максимум. Через полчаса? Контейнер вот такой был. Да. Контейнер путь стоял. И оно поместилось в такой контейнер? Да. А как? Тело никак не склал, ноги, руки не сгибал. Просто положил и все. Стремяшину поставил, как была, вытянувшись или нет? Нет, ну, лежа положил. Ну как? Ты не раз**ал тело? Нет. Точно не раз**ал? Точно. Это Кузьминой, она свежая была. Нет, я по Кузьминой. А Малаховой? А Малахову сейчас поедет. Тоже не раз**ал. Видеозапись возобновлена. Время? 17 часов 55 минут. Поясните, какой мусорный бак выкинули и какой механизм вы поменяли. Получается, вот здесь вот я припарковал автомобиль. После чего тут стояли мусорные пакеты. На пакетах стоялся. Просто перекинуло все. Пакетами заставил уехать. Не смотрел, как он там упал. Нет, труп. Ну, посмотрел. Обычный был. Ну, не помню, в каком положении. Мы пакетики сверху положили на него и поедем. Полицейские искали тела Наташи и Кати на мусорном полигоне. Шансы были невысокие, учитывая, сколько мусора туда уже было свезено и как он там утрамбовывался. Вот подъезжает машина, выгружает мусор. Тут экскаватор проезжает, это разравнивает. Тут опять машина высыпает сверху песок там с какой-то смесью. Экскаватор опять все это разглаживает. Ну, и там как-то это повторяется несколько раз. Короче, трактором, экскаватором это все заглаживается, утаптывается. Вычислили место, кстати. Вычисляли, куда ехали эти машины, где был высыпан этот мусор с указанных им мест. Само место, где была эта свалка, было поднято там, исследовано там и так далее. Мусорку бедные полицейские два раза 10,5 метров длиной и 3,5 метра глубиной раскапывали, закапывали, снова раскапывали, перебирали руками. Нашли там сережку, какой-то там брелочек, там еще что-то. И нам потом на опознание приносили, но это не наше, так сказать, не имеет к делу отношения. А вот это платье самое такое ценное. Я думала, если мы ее найдем, то хоронить в нем будет. У меня где-то есть фотография, где она сидит за рулем в машине, там специально сфоткалась. Но я самого ужаса увидела, что она тоже клеит, она расходится. И вот она желтеть начала, пятнами вещи стали какими-то покрываться. я ее побоялась даже стирать. Думаю, я ее постираю, но она окончательно развязится. Жалко, красивое платье. Какая-то его тоже перегла. Даже она обычно, если на что-то влезет, начинает ходить и ходить. Как вы думаете, почему он не сказал, где тела на самом-то деле? Ой, здесь несколько причин. Во-первых, скорее всего, там не только Катя и Наташа. Есть еще кто-то. Когда спрашивают, ну кто же может быть, тут же больше никто не пропадал. Минуточку. Он знакомился в интернете, на сайтах знакомился с девушками. Он мог пригласить девушку там из Калуги. Она сказала родителям, что в Москву поехала, пропала. Ее ищут в Москве, а она где-то вот рядом с Катей и с Наташей лежит. Это один вариант. Второй вариант – это отец. Отец до последнего, майор с 30-летним стажем. Он до последнего был уверен на все 100%. Нет тела, нет дела. Поэтому сын мог ему доверить места захоронений. Он мог их просто оттуда убрать. И не рассказывая о местах захоронений, может он и рассказывает, мы сейчас копаем, он показал, да, где. Но только найти не можем. Да, он просто выгораживает отца. Это второй вариант. Ну и третий вариант – плюшки. Он сидел в Полярный Совет 3 года. В 21-м году его перевели в Черный Дельфин. Вот он тут начал рассказывать, где закопал, как закопал, когда. Маньяк из себя такого строит и так далее. Он хочет, чтобы его вернули в Полярный Совет, ему было там хорошо. Он там не работал. Компания у него там была хорошая, с кем он сидел. Вот. И он ради того, якобы, чтобы его перевели из этой плохой, ужасной тюрьмы Черный Дельфин, вот он рассказывает как бы правду. Ну, пока что его слова не подтвердились. Здесь вот это все, что прям перерешечено. Здесь по биллингу 26 декабря, когда Катя пропала, он делал две остановки. Одна остановка 47 минут, через где-то 300 метров 33 минуты он стоял. Пояснить, что он здесь делает, он не смог. Так что, вероятнее всего, где-то здесь и Катя, и Наташа, и кто там еще. Ну, территория довольно большая. Мы уже сколько раз там были. Ну, конечно, трактором это все не ископаешь. Это только надо как-то найти это место. То есть вот Федосеевка зона, зона Каплинского кладбища, озерки Черникова, ну и Свалка. Это основные районы, и проходили в полосы. Восемь человек, вооружившие щупами, лопатами и металлоискателем, тщательно проходили метр за метром. Надеялись найти хоть что-то, связанное с Катей и Наташей. В воскресенье добровольцы обследовали участок леса возле села Озерки, тоже по биллинговым данным. Согласно одной из версий, убитый положил тело Кати Кузьминой в природное углубление и закопал. Поиски вновь не дали результатов. Значит, смотрите, Соплинов, когда его перевели в Черный дельфин в ноябре 21 года, на картах указал места захоронений Кати и Наташ. Это совершенно разные, в разных сторонах места. Там, где Наташа, мы много поисков проходили, потому что у него там биллинг. Это у нас район Каплинского кладбища. Вот он указывает, что он ее там закопал. Но мы там поисков очень много проводили, в разном количественном соотношении, и довольно часто там систематически их проводим. То туда пойдем, то туда, то так, то это. А вот по Кате он показал место, где мы не были. Это место недалеко от второй работы Соплинова отца. Это кордон лесничества. Ну, там долго объясняют, что к чему. Но в этом же лесничестве сам Соплинов младший убийца в 13-м году год работал вместе с отцом. То есть он знает лес, места и так далее. И тут он указывает, тут буквально чуть больше километра от этого места, посадка, что он якобы там Катю закопал. Мы тогда успели два поиска провести до зимы, до выпадения снега. Полицейские там тоже провели свои поисковые мероприятия с собаками, с металлоискателями и так далее. Не дало результатов. И периодически командировки собираются оперативников, едут к Соплинову в тюрьму и говорят, ну ты обманул нас, мы не нашли. А как вы искали? И так далее. Вот ему в этот раз, в ноябре, вот в этом уже, ноябре 23-го года привезли видеосъемки из разных ракурсов. С этого регистратора машины, вот этот весь путь к этому лесу, просто с телефона снятая, карты и так далее. Ну и пытались от него получить данные. Он охотно все дал, но сказал, что мы не глубоко копаем, что Катя была закопана, он показал по бедру, ну это высота письменного стола, где-то так, что вот на такой глубине она, а мы там два раза копнули и пошли дальше, скажем так, да? Ну где-то глубже, где-то не глубже. То есть могли пропустить это место. Но сам он точно не помнит именно где зашел. Я постоянно что-то думаю, что нужно сделать, что нужно сделать, чтобы приблизить момент нахождения Кати. Вот сейчас прошло очень много времени, мне очень тяжело собрать людей, добровольцев на поиски. Многие уже не верят, многие забыли, многие считают, что свои версии какие-то и так далее. Ну по разным причинам. Может кто-то и может помочь, но нет возможностей там и так далее. Я решила обратиться к мэру нашей Белгородской области, Гладкову Вячеславу Владимировичу, с таким предложением, чтобы он как правительство Белгородской области объявил материальное вознаграждение за нахождение останков Кати и Наташи. Что это, во-первых, не только может привлечь добровольцев, которые захотят помочь, найти и получить вознаграждение. Потому что некоторые люди годами со мной ходят, как на работу на эти поиски. А если за это они получат миллион рублей, я думаю, стоило бы позаниматься и получить этот миллион рублей. Пока не объявили такое вознаграждение? Нет, мы в ноябре подали обращение, сказали, что передадут Гладкову документы, все расскажут. Потом мне отзвонили, сказали, что он позитивно отреагировал, что сейчас будут решаться просто чиновничные дела. Ну понятно, и так по сию пору и решается. И так, да, по сию пору. Алена, вам нужны добровольцы, вообще-то говоря, в помощь? Конечно, да. То есть если наши зрители, которым недалеко доехать до вас, то есть вам нужны же люди? Мне нужны люди, допустим, когда я работаю, чтобы там были, смотреть эти, что вычерпывает экскаватор, каждый этот черпок. Нужен металлоискатель, то есть мы траншею выкапываем, и металлоискателем нужно это все проверить. Нужен свободный человек, который будет с щупом, с лопатой. Некоторые места, которые трактор, возможно, или очень кучно скинул, проверить, да, или там что-то еще заметит. Нужна машина погреться, вот просто погреться, зайти сесть, там, кофе-то попить, там, и так далее. И, конечно, заинтересованные добровольцы нам очень нужны. Очень. Миша, где Катя и Наташа? В очередной раз спрашивают мамы пропавших девушек. Прошло 9 лет, но ответа все так же нет. Зато Сопленов 4 года назад начал писать Алене письма. В первом он пожаловался на судьбу и раскрыл тайну, мол, убийца не он, а Бобрышев. А сам он просто помог товарищу избавиться от тела. В других письмах были другие фантазии. Я бывший полицейский из города Старый Оскол, а нынешний улица и насильник. Прошу вас помочь мне в вопросе правды. Хорошо. Алена, давайте последний самый вопрос. Что вот сейчас у нас 15 февраля, что вы сейчас считаете в жизни главным? Ну, главное, ну, конечно, найти Катю. Я не могу спланировать свою жизнь дальнейшую, спланировать свою деятельность, самореализацию через другие какие-то вещи, потому что у меня не решен вот этот вопрос моей дочери. Мне нужно ее найти. Вам сколько сейчас лет? 48. Вам не приходило в голову, что у вас могут быть еще дети? Без Кати это невозможно. То есть, если бы у меня был ребенок, мне нужно было бы уделять время ему, заботиться о нем и так далее. А как же моя первая дочь? У меня тогда не было бы времени на поиски, на розыск, на все остальное. На самом деле вы вся живете этими поисками. И так получается? Да, совершенно верно. Я что-то придумаю. Ну, мне самое тяжелое – это дорога домой, на самом деле. То есть, я утром тороплюсь там на работу, там туда-сюда, а вечером уже все. И вот этот путь от маршрутки до дома – все, я о Кате. Я могу плакать идти по дороге, потому что меня никто не видит темно вечером. Сколько лет вы готовы искать? Всегда. Пока не найду. Что вам это даст? Я считаю, что Катина душа неупокоенная – это раз. Второе, ну как бы, хоть я и прожила здесь 9 лет в этом городе, мой дом там и Катин дом там. Нужно домой вернуться. Я ее хочу найти, захоронить, как положено по христианским законам. Я верующий человек, я хочу прочитать все необходимые молитвы. И чтобы Катя была дома. И я знала, где она есть. А если мы ее найдем, оказывается, надо будет в угроб не это платье ложить, а свадебное платье покупать. Я тоже когда-то иногда потом думаю, ну как я пойду выбирать свадебное платье в покойной ночи. Тем более, ну, вести, ну, как бы, останки какие-то. Ну, лучше об этом, в общем-то, не думать. Ну, вот эти вот плакаты, на автопробидах прикрепляли в прошлое. А у меня их целой кучей, ну, там, на полке я достала. Машине, ну, там, на полке я и под ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok